Дедушка живет вместе с вами? И брат тоже с вами? Нет, он живет в другом городе. Все по городам разбросаны. Дедушка в другом городе и брат в другом городе? Да. А вы живете с мамой и с папой, да? Да. Хорошо. А дедушка кто по профессии, и папа кто по профессии, и брат кто по профессии? Папа полиция, брат полиция, брат тоже полиция, ГБД. Или как там правильно. Это дорожная полиция? Да, брат дорожная милиция, дедушка имена полиция, я не помню, какое у него там название, там какой-то там помощник самого главного. А скажите, а какие плюсы вы видите в полиции и минусы? Ну, минус, наверное, опасность, да, наверное, это нервотрепка? Да, это семья в опасности, то есть вот это вот все. Даже семью могут преследовать бандиты? Если, ну, бывают, могут такие быть случаи. А я слышала, что вот раньше, ну, наверное, взятки давали, да, на дороге, а сейчас, наверное, за этим следят? Может быть, раньше это был достойный бизнес, а сейчас, наверное, зарплата маленькая и семью не прокормишь. Или взятки все равно дают на дороге? Нет, нету взяток, брату никогда не попадалось, а там очень жестко за это, там штраф дают. Это с какого года перестала работать эта кормушка? Кормушка, когда, ну, можно было брать. А в каком году это все закончилось? А я, честно, не знаю, наверное, ну, уже лет как 17, ну, как я, есть. То есть, есть человек, да, едет, он проехал на красный свет, подъезжает брат и говорит, ваше доставление, а вот доставление лежит там, ну, не знаю, там, тысяча рублей. Он что сделает с тысячами рублями? Ну, он вызовет, ну, он ничего с ним не сделает, он как бы просто положит, отдаст там, ну, там, даже просматривает это уставление, а положит, то есть отдаст, он вызовет там начальника, там, главного самого. А что он рассказывает, ну, что, как обычно проходит его будни? То есть, никаких происшествий, все так ровненько, извините, я его виноват. Да, нет. Или все грубят, наоборот, ебаный ты, пидорас, что ты за мной поехал, ты что, не видишь, я при службе. Это нервная работа или спокойная? Нервная. Так что рассказывают ваши родственники, которые вот так вот работают с людьми? Да, ну, в целом особо ничего, то есть, как бывает, хорошие попадаются адекватные, так кажется, шизофреники. А почему они пошли в полицию? Это как бы связано с что? Строители коммунизма изначально, дедушка, да? Или борьба с бандитизмом сейчас. Ну, бандиты, мне кажется, их не переловишь. Так с чем связано? Да, да, верно, переловишь. Так с чем? Зарплата все-таки стабильная или как? Это достойная? Ну, не только зарплата, это у нас семейная вся семья, это в крови у нас, в генетике. Интересно. А где вы, вот если вы три поколения полицейских, где вы отдыхаете? Где полицейские отдыхают? Вы вообще в какой области живете? В разном. Краснодарский край? Да. Ну, я не знаю, почему я угадала. Так где Краснодарский край полицейские отдыхают? Ну, взять, например, 80% вашего окружения, и, ну, вы же с полицейскими тоже общаетесь, с их женами. Где вы отдыхаете? Ну, вот за других не знаю, но в основном Сочи, Аблер, Анапа, море, Чёрно. Каждое лето на две недели вы ездите? Вот прям вот сколько вы себя помните, каждое лето две недели в Сочи? Или не каждое лето? А, не две недели, три недели. Каждое лето? Да, постоянно. А сколько стоит на семью три недели? Это частником вы или... Ну, у нас там у брата дом, поэтому нам там бесплатно. А откуда у него дом в Сочи? Наворовал? Нет, заработал сам. Как? Как? Он же получает одну зарплату, тысячи рублей не берет. Как он мог купить дом в Сочи? Сколько он дом в Сочи стоит? Ну, он уже работает около 15 лет, он будет скоро 16 лет, как он работает. И когда он купил? И когда он купил? Или он продал здесь дом, там купил? Или жена его продала свое жилье и там купил? Откуда деньги? Ну, они вдвоем по общим усилиям купили. Там ему на свадьбу родители подарили, и вот все вот это вот вместе. А у вас какие? Вы, получается, как, знаете, хомячки. Складываете, складываете, потом домик, складываете, складываете, потом там второй домик. Вы тоже, наверное, в бизнес какого-то полицейского охомутаете, тоже будете складывать, потом у вас будут дети тоже, домики, домики, да? Вам нравится так вот? Возможно. Не тратить денег. Вы так не возьмете там 10 тысяч долларов, поеду я там на Гавайи и проведу там две недели с любимым, и потом 10 тысяч нету. Вы так можете, нет? Понятно, понятно. Так. Понятно. Хорошо. А вы, еще раз, вас зовут Вика, да? Вика. Очень хорошо, учителя очень добрая. Ну, вы по-английски учите? Вы уже изучаете? Я бы открыла. Вы английский учите в школе? Английский нет. А какой язык? Нет, французский. Французский. Ну-ка скажите по-французски что-нибудь. Я французский особо не знаю, у меня от него освобождение, там было несколько выборов. Английский, французский, английский. Ну, хорошо, назовите мне пять стран. Ну, я, конечно, ни одну из них не выбрала, потому что у меня есть любимый мой российский язык, который я знаю, люблю, уважаю. Нет, я просто ваши знания, вы сказали, вы хорошо учитесь, вы сказали, что у вас хорошие учителя, я спросила, назовите пять стран. Это просто я за ваши знания проверяю. Активные. Любые? Активные, на российские. Ну, Россию не называйте, и Украину не задайте, что-нибудь, ни Россия, ни Украина, ни Беларусь. Давайте, поехали, пять стран. Франция, Англия, Белоруссия. Ну, Белоруссия не нажимай, я сказала, Белоруссия, Украина, Россия не называем. Франция, Англия принято. Нет, я не называла. Франция, Англия две, еще нужно три назвать. Потом Бельгия. Круто, так. Австралия. Охранить, еще один. Хуже что-то, Анна, я не помню. А, блин, что такая страна классная, как я не помню. Таджикистан, или как он там, правильно? Круто, круто, круто. Молодец, Грузия. Молодец, молодец, хорошо. У вас подружки есть, да? Да, много очень, вполне. Сколько человек придет на день рождения? Сколько человек придет на день рождения? Ну, да, пятнадцать, наверное. Пятнадцать. С моей любимой песней Мишку заказали, да, я русский. Русский. Так, что там, где поет, типа, Павел Воля, там, у него было выступление. Ты согласна, там, ну, вот, все прям. И они такие, да, сто процентов мы все придем, раз будет такая песня. Вика, пятнадцать лет назад был 2009 год. Вы 2009 наделись, да? Да. Просто я сейчас болею, у меня ангина. Ну, выздоравливайте. В 2009 году украинцы очень счастливо жили, и никто их не гнобил. И никто не говорил, что Крым российский, и никто не говорил, что бомбили Донбасс, и никакого ЛНР не было. Все были живы. Вы знаете, сколько там россиян погибло, сколько там украинцев погибло? Вот началось все это после 2014-го. Вы сказали, великая Россия. Великая Россия, наверное, была бы велика тогда, когда она не нападала бы на неядерную державу. Ну, не может быть ядерная держава великая, если она берет и знищивает маленькие неядерные. Ну, например, конечно, Россия может прийти и знищить Беларусь, правильно? Или Казахстан, или Узбекистан. В этом нет никакого величия. Вот если бы великая Россия пришла в Америку, да, и забрала Аляску, это я еще могу понять. Великая-великая, да? Но Америка не может прийти в Мексику и ее знищить. Понимаете, Мексика живет тоже рядом, и она маленькая страна. Ее очень легко захватить за три дня. Поэтому если бы я выходила из России, я бы не говорила, что из Великой. Потому что сейчас конкретно вы рассказали про Мишку, про ваши любимые, там, не знаю, подарки, вашего брата замечательного. Такая же девочка живет в Украине. И вы ее поставили в минус. И брат ее в минус. И день рождения в минус. И все ее планы в минус. Ее завтра может не быть. Почему вы называете социумом великой? Просто по факту Россия защищает свои страны. Это Крым, это Донецк, это Луганск. Как вы думаете, за это время войны были убиты? Потому что эти страны страдают очень сильно. И я не знаю, что я не знаю. Крым, Донецк, Луганск – это не страны. Ты очень плохо учишься в школе. Но это территория Российской Федерации. Это территория Украины, которые сейчас находятся в оккупации и в аннексии. Вика, я родилась на Донбассе. Вот меня сейчас вас перебью. Это, конечно, очень некрасиво с моей стороны. Я гость, то есть надо уважения иметь. Но Донбасс, вот я жила на Донбассе, мы переехали в Краснодар. То есть он страдал. И мой город оккупировали украинцы. То есть мы сидели. Хорошо, Крым, куда я веду? Украинка, ты жила в Украине. Я в Украине.